Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. На текущий момент подземелья замечательно дают нам свой лут. Эпохальные подземелья дают нам 184 уровня экипировку. Эпохальные подземелья, которые откроются 9 декабря, изначально будут ограничены по item level, то есть мы максимум закрываем шестерочки ради получения 197 item level, насколько я правильно помню. Но все же нам нужно будет закрыть 14 ключик, 1 или 4 штучки, для того, чтобы в великом хранилище был какой-то хотя бы лут хороший. Ну а если закрыть второе условие, то есть 4 данжика, чтобы был хоть какой-то выбор. Само собой, некоторые подземелья имеют некоторых уникальных мопчиков, и у них имеются свои тактики, свои механики, какие-либо косты и все такое прочее. Нужно знать на них тактику, и нужно знать вообще, что они делают, потому что просто-напросто придя в 14 данж, ничего не зная, вы уйдете из него вперед ногами, как бы это печально ни звучало. Замечательный сайт, Mythic Trap, который просто-напросто содержит в себе абсолютно всю информацию о данжах, абсолютно обо всех. О рейде потихонечку информация пополняется, то есть на каждого босса тоже все будет прописано. В чем структура этого сайта? Структура сайта в том, что имеются гифки высокого качества для того, чтобы просто-напросто понять механику босса. Также имеются различные гифки, которые покажут вам, что нужно делать с кем-либо мопчиком. Например, культист, он делает Dark Lotus, темный лотос, каст, даже ссылочка есть на вовхед, то есть можно кликнуть, она кликабельная эта надпись, и изучить на цифры дэмэджа и на количество ярдов все эти взрывы. Что такое Dark Lotus? Это ауе дэмэдж по земле. Что нам нужно сделать? Либо кикнуть этот каст, либо застанет мопчиков в момент каста, либо просто-напросто задоджить эти взрывы. Ну то есть, собственно, уклониться. Что будет добавлено скоро? Тактика для рейдов и различные расширенные мифик плюс интересные вещицы. Да, на этом все. Мы переходим во вкладку Dungeons, и, например, мы рассмотрим замечательный данж Туманы Тирна Скита. Данж, который заставляет задуматься о механике ведения боя, и данж, в котором нужно думать, чтобы просто-напросто пройти ко второму боссу и убить второго босса. Для изучения именно тактики по второму боссу мы кликаем на эту иконку, и перед нами появляется абсолютно весь путь, который нам нужно пройти, и иконка этого босса. Имеются стратегии, получается быстрая стратегия для нулевок, для данжей низкого уровня мифического плюс, как вариант формата, плюс 4, и детальная стратегия. Плюс 5, плюс 10. Что у нас получается? Расписан весь трэш, который нас ждет. Там идет головоломка, то есть нам нужно пройти по правильному пути, и перед нами появляются различные цветочки, листики, заканки. Закрашенные в кружочке, не в кружочке, и нам нужно выбрать правильный с целью того, чтобы просто-напросто пройти. Также есть тест, то есть мы кликаем по этому облачку, по этой надписи, и мы можем попрактиковаться. В принципе, неплохо, такой онлайн-тест. Можете пройти его с целью того, чтобы потом в данже не путаться и времени терять. В мифик плюс системе это будет очень ценно. Также гифка, на которой все написано, показано, что происходит в тот момент, когда вы, например, идете в неправильный путь, то есть вас портает в самое начало, и вам нужно идти вновь. Также мопцы показаны абсолютно все, то есть что с ними делать, какой моп является, изи по сложности, какой является, медиум по сложности, то есть, ну, средний. Тут мопчик средней сложности, расписано, что с ним нужно делать. Тут мопчик легкой сложности. Хард есть какой-либо моп? Нет, в принципе. Листаем еще ниже. И вот перед нами босс. Что нам нужно сделать? Everyone. Для каждого. Нам нужно доджить абсолютно все проекции этих стрелочек, то есть нам нужно уклониться от стрелок. Двух с половиной секундный каст, от которого нужно уклониться. Далее, пати кейк, что получается, каст, который нужно кикнуть именно танку. Смотрим гифку, что танк берет, просто-напросто кикает каст. И получается, копии появляются на этом боссе, каждые 70% боя, то есть на 70% боя, на 40% боя и на 10% боя. Это трехсекундный каст. Получается, каждый, ну, просто-напросто 30% делается этот каст, и нам нужно найти правильную копию. Механика поиска такая же, как и в тот момент, когда мы шли по этим лабиринтам, когда мы пробирались сквозь туман. Убиваем правильную копию, мы не получаем, грубо говоря, ваншот по себе. Хотя, там, не ваншот, а просто-напросто запредельный дэмэдж. Также расписано про лисицу, которая фиксейтится на игрока, то есть вот она в форме гифки также представлена. Подойдете к лисице, уйдете в глыбу, уйдете в стан. И рядом стоящие игроки тоже. В целом, замечательно все. Также имеется килл-видео от такого танка, как Наох, по-моему, правильно так его никнейм читается, на прот-паладине. Можно глянуть, все продемонстрировано на этом сайте, и все замечательно расписано. Реально классно, мне очень-очень нравится. Если глянуть детальную стратегию, то что у нас будет показано, какие у нас будут изменения вообще, в принципе, просто так интересно. Я не вижу этих изменений. Их нет, по-моему. Только сайт начал подлагивать больше. Удивительно, удивительно. Так, а если, например, перейти к последнему боссу, то что у нас будет написано, имеется рекомендуемый путь. Это замечательно. То есть мы идем по нижней части карты и сразу глянем детальную стратегию, чтобы не особо затягивать этот видосик. Сложность. Бай, медиум, изи, изи, медиум. Можно улететь с платформы. Будьте аккуратны. Ага. То есть нам все продемонстрируем на гифках, опять же. И нам нужно уклониться. What to do? Dodge. То есть что нужно сделать? Уклониться. И босс файт расписан абсолютно весь. То есть там узы имеются, которые нужно просто-напросто порвать. По-моему, майндлинк. Да, как на радоне. И все получается. То есть бегаем, все делаем по тактике и убиваем босса. Также все показано, на скольких процентах что кастуется. Там с какого процента по какой процент кастуется. Что нужно делать с различными механиками босса. И все. Также есть килл-видео. Думаю, сайт поможет вам и реально облегчит прохождение мифик нулей. Это во-первых. А в дальнейшем и прохождение мифик плюс подземелья. Потому что мифик плюс система будет очень ценной на старте. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Ссылочку на этот сайт также оставлю в описании. До скорого.